всем привет вы на канале королевство вкусных блюд с вами ольга и сегодня предлагаю 6 постных блюд это овощной суп грибной паштет постный хлеб свекольный шоколадный кекс фасолевый овощной салат и голубцы с овощами и начнем с овощного супа он готовится очень быстро и просто и если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подписывайте чтобы не пропустить много новых интересных рецептов давайте начнем готовить все ингредиенты также вы найдете под видео берем очищенный картофель и нарезаем мелким кубиком кладем картофель в кастрюлю добавляем туда овощное ассорти наливаем воды и ставим на плиту режем лук репчатый мелким кубиком наливаем в сковороду растительное масло добавляем сюда нарезанный лук трем морковь на мелкой терке и добавляем к луку будем готовить пассеровку для супа ставим на плиту тем временем суп у нас закипает периодически снимайте пенку добавляем соль по вкусу душистый перец по вкусу супчик варится рядом у нас готовится пассеровка жарим ее на среднем огне периодически помешиваем суп хорошо закипел не забываем снимать пенку пассеровка у нас почти готова добавляем в уже почти готовые овощи дробленое пшено ему готовится надо будет буквально несколько минут добавляем лавровый лист даем немножко покипеть и добавляем готовую пассеровку уже все готово вынимаем лавровый лист свой аромат он уже супу отдал и супчик у нас готов он получился очень ароматный вкусным и полезным такой суп понравится даже детка перекладываем блюдо и кушаем суп получился очень ароматным вкусным и полезным если вам понравился этот рецепт готовьте обязательно делитесь им с друзьями и переходим к следующему рецепту следующие будем готовить овощные голубцы они готовятся тоже не очень долго и получаются вкусными и полезными мы их будем запекать в духовке все ингредиенты также вы найдете под видео давайте начнем готовить берем свежую капусту вырезаем качан кладем кастрюлю заливаем водой и немного солим варим 10-15 минут пока листья не станут хорошо отходить тем временем трем морковной крупной терке режем репчатый лук крупным кубиком также нарезаем чеснок красный сладкий перец перекладываем овощи в большую сковороду наливаем растительное масло добавляем свежую кукурузу свежий горошек и отправляемся жарить на среднем огне периодически перемешивая капуста тем временем уже сварилась аккуратно отсоединяем листочки овощи пережарились добавляем соль перец по вкусу добавляем сырой рис шлифованный у меня длинный томатную пасту и немного воды все хорошо перемешиваем и еще немного тушим не до полной готовности затем когда мы нафаршируем рис будет готов уже при запекании отрезаем твердые края у листков капусты готовую начинку перекладываем даем ей немного остыть и начинаем фаршировать кладем начинку и заворачиваем вот такие голубцы так формируем все голубцы перекладываем в миску для запекания добавляем воды и отправляем в духовку посыпаем свежим луком вот такие вкусные и полезные голубцы у нас получились если вам понравился этот рецепт обязательно попробуйте приготовить для себя для своей семьи следующий рецепт я предлагаю вам фасолевый горячий салат он готовится очень быстро и просто получается вкусным и полезным если вы еще не подписаны на мой канал то не забывайте подписаться чтобы не пропускать новые интересные рецепты все ингредиенты также вы найдете под видео давайте начнем готовить берем стручковую фасоль перекладываем в кастрюлю заливаем водой варим до готовности помидорки моем и нарезаем на две части перекладываем на противень сверху поливаем растительным маслом и запекаем в духовке пока помидорки запекаются фасолька уже отварилась перекладываем ее и даем немного остыть в миску перекладываем красную и белую консервированную фасоль добавляем стручковую отварную фасоль соль перец по вкусу добавляем оливковое масло и все аккуратно перемешиваем перекладываем салат на блюдо в котором будем подавать помидорки у нас запеклись раскладываем помидорки сверху на фасоль соль перец и паприка по вкусу вот такой быстрый вкусный и полезный салат у нас получился если вам понравился такой салат обязательно готовьте радуйте себя и своих близких следующий рецепт предлагаю испечь постный хлеб он готовится из минимум ингредиентов и получается вкусным и мягким если вы еще не подписаны на мой канал не забывайте подписаться чтобы не пропустить новые вкусные интересные рецепты все ингредиенты также вы найдете под видео давайте начнем готовить в миску вливаем воду теплую добавляем сухие дрожжи сахар хорошо перемешиваем чтобы сахар и дрожжи растворились добавляем растительное масло соль перемешиваем и постепенно просеиваем муку чтобы контролировать консистенцию и хлеб получился мягким если у вас нет комбайна вот такими вот движениями можно замесить тесто где-то минут 15 на это уходит тесто должно получиться эластичным однородным мягким миску и руки смазываем растительным маслом из теста формируем шарик кладем на дно накрываем и ставим на расстойку на 1 час в теплое место без сквозняков я это делаю в предварительно разогретой слегка духовке тесто должно подойти в 2-3 раза вот так вот оно подошло посмотрите какое оно получилось воздушным мягким перекладываем на стол присыпанный мукой и слегка замешиваем делим на три части и каждую часть раскатываем в длину затем из этих частей формируем колосок хорошо прижимаем края перекладываем на противень застеленный пергаментной бумагой я сверху слегка притрушиваю водичкой чтобы кунжут хорошо держался и посыпаем черным кунжутом накрываем и оставляем немного отдохнуть минут 20-30 хлебушек еще немножко подошел и отправляем его в предварительно разогретую духовку выпекаться хлеб с кунжутом он получается сверху хрустящим, а внутри мягким я его перекладываю на блюдо и пока он горячий еще накрываю полотенцем и оставляю на 10-15 минут затем нарезаем вот такой мягкий он получается быстро и просто и всего лишь несколько ингредиентов вот такой хлебушек у нас получился если вам понравился обязательно пеките его можно использовать как с супчиком также из него можно жарить гренки что мы и сделаем для следующего блюда которое у нас будет с грибами и следующим блюдом будет паштет из шампиньонов еще можно его назвать икрой грибной он получается невероятно вкусным ароматным нежным вот так он смотрится на гренках это бесподобный паштет который можно брать в дорогу на завтрак лук режем мелким кубиком нарезаем чеснок перекладываем в сковороду наливаем растительное масло трем морковь на мелкой терке перекладываем сюда же в сковороду и ставим жариться шампиньоны моем и нарезаем непроизвольной формой тем временем пассеровка жарится на среднем огне перемешиваем лук с морковью и добавляем сюда же грибы еще раз хорошо перемешиваем добавляем соль перец по вкусу и обжариваем до готовности периодически помешивая добавляем немного воды чтоб пастет у нас не был сухим готовые грибочки перекладываем в высокую миску и пюрируем пастет пастет получается однородным нежным и не сухим невероятно ароматный какой же он вкусный обязательно попробуйте берем поджаренные гренки и намазываем грибным паштетом очень вкусное сочетание так такое блюдо подойдет как для пикника так и для завтрака и так и и и и и и и получился очень вкусным, нежным и ароматным. Следующий рецепт шоколадно-свекольный кекс с вяленой вишней. Он получается вкусным, ароматным, слегка влажным. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Приступим к готовке. Отварную свеклу очищаем и трем на мелкой терке. Слегка пюрируем. Добавляем воду, сахар. Хорошо перемешиваем. Добавляем ванильный сахар, соль, растительное масло. Еще раз перемешиваем. В муку добавляем разрыхлитель. Перемешиваем и просеиваем в свекольную массу. Сюда же просеиваем какао-порошок. Все хорошо тщательно перемешиваем. Вот такая должна получиться масса тягучей консистенции. Добавляем в вяленую вишню. И равномерно распределяем по всей массе. Форму хорошо смазываем растительным маслом. И перекладываем в нее свекольное тесто. Распределяем и отправляем в предварительно разогретую духовку выпекаться. Проверить готовность вы можете деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, значит кекс готов. Кекс испекся. Невероятно ароматный. Берем горький шоколад и растапливаем в микроволновке, периодически помешивая. Покрываем им верх кекса. Покрываем обильно, создавая небольшие потеки. Сверху украшаем вяленой вишенкой. И свежей мятой. Вот такой красивый, вкусный, ароматный кекс у нас получился. Если вам понравились рецепты, готовьте. Я надеюсь, хотя бы один из них вы обязательно приготовите. Жду ваших комментариев. Делитесь рецептами с друзьями. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до новых встреч. Готовьте с любовью. Живите вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok